Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как в Лондоне ежегодно в апреле проходит книжная ярмарка. Впервые я попала на книжную ярмарку по аккредитации своей московской компании Main People, которая направила меня снимать как фото, так и видеорепортаж русского стенда, представленного на ярмарке. В тот год приехало огромное количество писателей. Борис Акунин, Сергей Лукьяненко, Татьяна Устинова, Людмила Улицкая и многие другие. И мы ходили туда вместе с моей подругой Настей, о которой я уже вам рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Так как она была журналистом, она ходила брать интервью у всех этих писателей для газеты Англия. А я в это время фотографировала и снимала на видео. К сожалению, на тот момент я, видимо, не знала или не умела настраивать баланс белого на своем фотоаппарате, чтобы кадры не были такими желтыми. Поэтому видео не очень хорошее получилось, но, тем не менее, сегодня я покажу вам некие кусочки. В интервью с Сергеем Лукьяненко Настя спросила, стоит ли русскому автору ориентироваться на западного читателя. И вот, что он отвечает. Ориентироваться на западных читателей, ну, это всегда немножко самонадеянно со стороны русского автора. Для того, чтобы ориентироваться всерьез, надо жить в этой стране, ну, грубо говоря, поступить так, как на вы. Потому что иначе это всегда будет несколько скучно. Вот когда американские или английские авторы пишут про Россию, и вроде бы все правдоподобно, но постоянно всплывает масса мелких деталей, которые у нашего читателя вызывают смех. Как написать такую книгу, как ее издать, как она становится популярной. Хотя понятно, что это по большому счету невозможно свести к каким-то единым правилам, и никто никогда не знал, что книга Джоан Роулинг про какого-то странного очкастого мальчика-волшебника внезапно станет настолько знаменитой. Если бы существовала формула, как написать бестселлер, то, поверьте, все писатели ей бы пользовались. Но такой формулы, к сожалению, не прошу счастья, нет. К сожалению, у меня тогда не было на камере микрофона, и очень плохо слышно, так как ответы авторов теряются на фоне звукового шума от этой огромной ярмарки. Но насколько я могла, я поправила звук. Тем не менее, я думаю, что ответ очевиден. Русскому писателю не стоит ориентироваться на западного читателя, так как у нас абсолютно разные менталитеты, и многие моменты, которые автору неизвестны о той или иной стране, могут показаться смешными. Также она задала несколько вопросов Татьяне Устиновой, и вот что она ответила о том, стоит ли русскому писателю пытаться завладеть вниманием западного читателя. Современный литературный российский рынок западного читателя не интересует решительно, потому что в любом акторе, который пишет по-русски, может потенциально переводиться на иностранный язык, ищут или Толстого, или Достоевского, или на кубой конец Солженицына. Не влезь ни Толстым, ни Достоевским, ни уж тем более, боже, схоронись Солженицына. Я не знаю, насколько, в принципе, это для меня лично может быть интересно. Также в 2011 году широко была представлена тема полета в космос Юрия Гагарина, так как в тот год отмечалось 50-летие Дня космонавтики. Были написаны разные книги, и они как раз-таки обсуждались на семинарах и форумах. И один ответ мне показался удивительным и интересным, что если бы Юрий Гагарин не погиб раньше времени, возможно, он бы стал президентом СССР или России. И как раз-таки 2011 год был годом России, годом русской литературы, и весь выставочный центр под названием Earth Court был украшен российскими флагами. В 2012 году книжная ярмарка прошла под эгидой китайской литературы, и выставочный центр, естественно, украшали китайские флаги. То есть так получается, что каждый год книжная ярмарка относится к какой-либо стране, и в основном продвигают вот эти книги, этих авторов. Та или иная страна является основной тематикой на этом мероприятии. В 2012 году ярмарку посетили такие наши авторы, как Борис Акунин, Александр Кабаков, Захар Прилепин и Ольга Славникова. Я ходила снимать эту выставку уже одна, и в основном только поснимала кадры, уже не слушала никакие интервью, никакие семинары и просто забежала для того, чтобы сделать репортаж, так как я уже тогда работала на другие агентства, и там нужен был только фото и видеоряд. Затем в 2013 году мне не дали аккредитацию, что-то там затянулось или я опоздала с заявкой. А в 2014 году я посетила вновь эту книжную ярмарку. Она уже была посвящена литературе Северной Кореи, и там я поснимала буквально чуть-чуть интервью Сева Новгородцева с такими авторами, как Хамид Измайлов и Павел Басинский. Ну, у меня также не было достаточного количества времени, чтобы там зависнуть и долго-долго слушать всё, о чём там рассказывают, так как я на тот момент училась. Я уже работала в доме, и в те годы я буквально забегала на выставки так немножечко поснимать, чтобы продать фотографии на стоках. В 2015 году оба выставочных центра «Эрскорт» были снесены капитально, и на их месте должен был быть построен и, возможно, уже построен жилой комплекс. Ну, а книжная ярмарка переместилась в выставочный центр «Олимпия». Туда я ещё раз попала в 2016 году. Также зашла просто пофотографировать книжки, пофотографировать красивые стеллажи, и то, как люди общаются между собой. Вообще на этой выставке заключаются огромные контракты, и презентуется новая литература. И так вот я обычно хожу между рядами, смотрю, что интересненького я могу снять, для того, чтобы так вот эту выставку, как это называется, кава, покрыть, ну, то есть осветить эту выставку. И снимала какие-то фотографии, моменты того, что там было представлено. И однажды я увидела такой стеллаж, когда к нему подходишь, там в зеркале отражается в качестве augmented reality, то есть дополненной реальности, Шекспир за твоей спиной. То есть ты поворачиваешься, Шекспира сзади нет, но в зеркале он на тебя смотрит, он тебе что-то говорит. Это было интересно, и я решила снять пару кадров себя с Шекспиром сзади. В этом году лондонская книжная ярмарка London Book Fair отмечает свое 50-летие, но в этот раз выставка пройдет только в июне, в режиме онлайн. Будем надеяться, что в следующем году ее снова можно будет посетить в реале. Ну, а сейчас я вам покажу видео-репортаж, который я делала в 2012 году для своего сайта. На тот момент я ввела сайт London Island. К сожалению, он развалился, так как он был построен на конструкторе, то есть его сейчас не существует, но вот эти все видео-файлы остались у меня на YouTube-канале London Island. Если кто не знает, что у меня есть еще один канал, можете пройти по ссылочке и посмотреть. Там все репортажи под музыку. Ну, а сейчас смотрите, как я пыталась представить творчески эту книжную ярмарку в 2012 году. Пока на этом все. И прощаюсь с вами. До новых встреч! В Лондоне, как и во всех больших городах мира, люди находят время для чтения, путешествуя на метро. Ведь порой маршрут от дома до работы занимает более часа езды на общественном транспорте. А что читать? Тут уж каждый выбирает свое. 16 апреля в британской столице открылась международная книжная ярмарка London Book Fair. Ежегодно сотни писателей и публицистов съезжаются на ярмарку, чтобы представить свои новые книги, пообщаться с читателями, отыскать молодые таланты и, может быть, заключить многомиллионные контракты. Этот год посвящен китайской культуре, но помимо Китая на ярмарке расположилось огромное количество экспозиций из других стран, в том числе и из России. Нашу страну представляют Борис Акунин, Александр Кабаков, Захар Прилепин и Ольга Славникова. Если вы увлекаетесь литературой и желаете встретиться со своим любимым писателем, получить от него автограф и даже пообщаться с ним, приходите на ярмарку, которая продлится до 18 апреля в выставочном центре EarthCore. Анастасия Мищенко, Лондон, Великобритания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова